Так, сегодня у нас 21 января 2020 года. Такого видео на моем видеоканале еще не было. Вы наблюдаете печку, которую мы сегодня затопили. Эту печку Михаил Григорьевич обложил с Божьей помощью. Мы прочитали в интернете и узнали эту технологию и применили ее. Мы очистили кирпич, мы прогрунтовали основание, мы прикрутили, прибили, присобачили сетку на основание, заштукатурили, замазали жаропрочным раствором ЭКО-16. Она высохла, она высохла и затем на следующий день мы ее начали обкладывать. В конечном итоге мы ее обложили. Обкладывали мы ее жаропрочной плиткой польского производства. Но, как сказали товарищи, что делают ее, наверное, наши украинские люди. Перед нами находятся железные штучки, в котором кочерга и все остальное. Как сказал хозяин, они еще видели кайзера, то есть очень-очень древние. Сегодня мы сделаем для нас яичницу, которая будет съедена. Итак, на этом я пока оканчиваю. Вот это у нас называется панно или типа того. Сейчас мы приступим к изготовлению яичницы и съедим ее с удовольствием. Я должен был показать огонь в печи и потрескивание углей. Процесс пошел, тепло пошло в хату. Сейчас мы на этой печке приготовим яичницу. Вы будете наблюдать процесс приготовления пищи богов. Как мне сказали только что, чтобы не мыть сковородку, мы используем фольгу. Вы можете так и делать. Итак, как мне сказали только что, сначала эта штучка, которая типа сковороды, должна быть нагрета. А затем на нее мы нальем подсолнечного масла. Немного. Вот так мы наливаем подсолнечное масло и это будет очень вкусно. Много, наверное, вы льете. Сейчас вы увидите, как мы это будем делать. Яйца будут разбиты в другом месте. Посовещавшись, мы решили добавить подсолнечного масла. Водичка закипает. Скоро у нас будет еще и чай к нашему блюду, к ужину. Последнюю яичницу, которую я снимал, это было в 2013 году. На дне города, по освобождению города Запорожье, на празднике, возле партизанской башни, партизанской балки. Там солдаты делали яичницу. Они капитально и очень аппетитно ели. Можете поверить, все идет по плану. Про яичницу я буду говорить дольше, чем про плитку. Но плитку мы делали, Михаил Георгиевич очень долго делал ее. Ну вот такая она у нас получилась. Весенняя, я бы даже сказал. Вот так вам. Это добавляет температуру. Сняли одно колечко. Добавили еще одно. Опа! С дымком оно очень вкусно. Как он говорил, шкварчит ваша папироска, а тут у нас маслица шкварчит. Слышите, шкварчит. Чудо! Первое яйцо пошло. Не очень мне красиво, не очень мне нравится красота. Но зато это натуральный продукт. Так, вы слышите? Два, три, три. Подгорает, по-моему. Можно добавить сюда еще сырочка. Так точно. Шкварчит. А конек уменьшить нет возможности, да? Никак. Мы не будем давать рекламу сыру. Это очень вкусный сыр. Можете мне поверить. Не выключайте компьютер. Дождитесь финального аккорда. Это песня, да? Угу. Можно сказать, сколько вы ждали этого момента? Я ждал долго. С прошлого года. И вот он почти что наступил. А запах? Ну, как сказал товарищ, я эту яичницу должен буду съесть я. Потому что какой-то запах подозрительный. Как говорил Антон Павлович Чехов в своих записках. Когда ловили рыбу, рыбу давали дедушке. Если дедушка оставался живой, то рыбу ела вся семья. Сейчас придется мне съесть эту всю яичницу. Ну, если вы дождетесь видео, значит я остался живой. Итак, сегодня на моем канале вы увидели и работу, которую произвел Михаил Григорьевич в течение очень длительного периода. Но плитку все-таки он положил на печке. Она пока не отпадает. Теперь осталось за малым съесть яичницу. И как мне подсказали, главное теперь остаться живым. Все, удачи вам, приятного аппетита мне, мне, мне аппетита. Я сам съем все. Итак, удачи. Аккорд это, вот он, сейчас будет. Сейчас мне будут класть или ложить сюда. Сейчас яичницу положим на тарелочку и на этом окончим видео. Вот оно, чудо. Вот это я должен съесть сам. Сам я съем это? Как вы думаете? Обалдеть. Это слово съем я, съем. Итак, первый блин при изготовлении яичницы у нас оказался вроде бы комом. Внизу там подгорело, но я съел. Была какая-то охолькость, но кушать можно. Я не стал есть это нижнее основание. И все у меня получилось. А печка нас не подвела. Все оказалось крепким и надежным.